Прежде всего, давайте с вами поговорим про подбор масла на примере Liqui Moly. Почему мы это делаем на примере Liqui Moly? Потому что я заметил, что на русскоязычных сайтах, на российских версиях сайтов иностранной компании зачастую предлагается другое масло, нежели в Германии, например. Но это я проверил на другом ресурсе, то масло мы пока поддержим, как сказать, черной лошадкой. А вот на примере Liqui Moly я вам расскажу. Во-первых, в чем косяк? На российском сайте Liqui Moly подбора масла не существует моего автомобиля, Skoda Octavia A8, там ее нет в выборе. Ну ладно, мы идем на немецкий ресурс. Но в чем второй косяк? Liqui Moly заблокировала доступ к своему немецкому сайту из России. Вот такие они хорошие люди. Как говорится, хрен вам, а не наша смазка. Вот давайте разберемся, что же это за такая смазка, от которой нас хотят уберечь немцы. Видим, что в Германии существует мой автомобиль в подборе Skoda Octavia 4, 2 литра TSI, мотор CZPB. Все как у меня. И они предлагают мне свое масло Liqui Moly TopTec 6200 V20. 0 V20. Вот так вот оно выглядит красиво. Смотрим, смотрим. Они еще мне предлагают свою жижу для DSG. 5,7 литра, ттттт. Нас это не волнует. Замена масла они рекомендуют делать 30 тысяч километров. Но я уже рассказывал, почему так. Это Long Life 4. И эти масла сделаны для автобанов. 30 тысяч километров по автобану. В России никуда так далеко не уедешь. У нас через каждые 100 метров яма. Ездил в Уфумилон. Итак, чтобы посмотреть характеристики этого масла, нам пришлось перейти на русскоязычный сайт. Потому что на немецкоязычном сайте я не нашел, где этот момент. В русскоязычном сайте мы откапываем характеристики. Что мне нравится в некоторых таких сайтах, что они дают более-менее подробную информацию. Но в этот раз Liqui Moly решила не дать всю информацию. Так, что у нас по маслу? 0 V20. 58 допуск официально имеет. Плотность 845. Не так уж и мало. Может, у меня сейчас залито масло, которое я применяю в своем автомобиле. Оно не 0 V20. Я добровольно никогда не залью в свой автомобиль. Skoda Octavia 8 с двухлитровым мотором. Низаковязкое масло. Но я подобрал масло, у которого 838 Плокс. Это даже лучше. И защита лучше. Ладно, идем дальше. Вязкость при 108,1. Это да, чтобы получить допуск. 8,1. Идем дальше. MRV. Индус прокачиваемости масла. Ниже 6000. Но они не показали именно, какое значение. Вернее, не 60000. Там может быть и 59. А чем меньше, тем лучше. Так, дальше. Систец индустрия проворачиваемости 6200. Ну, не так уж и мало. Чем меньше, тем лучше. Индус связкости 180. Хорошо. HTS. Меньше. Или равно. А, больше или равно, получается. Как получается. Правильно. Короче, чтобы получить этот допуск, масло должно иметь HTS 2,6. Ну, бывает там 2,52. 2,55. Мы с вами знаем, что при 2,5 значении HTS, масляная пленка на трущей поверхности при 150 градусов разрывается. И идет сухой тренер. Получается, это масло должно иметь очень хорошую синтетическую базу и основу. И чистейшие, и там мега крутые присадки, чтобы она все держалась. Потому что, как говорится, запаса осталось с гулькин куи. Температура застывания минус 45. Как-то не фонтанин, да? Но я позже это все вам расскажу. Так, запоминаю минус 45. Потерянная испаряемость, стойкость к угару, число нового, 10,5. Как бы для такого масла это хорошо. Потому что, чтобы получить этот допуск, надо, чтобы было у вас меньше 13. Но 10,5 это уровень лукойла, вшивого генезиса. И то там вроде бы 10. Общее челесное число 9,2. Это очень много для немецких масел в Европе. Потому что у них обычно 6,7 есть. Меже бензин хороший. Но 9,2 это хорошо. Будет бороться с гадостями в российском бензине. Про российский бензин скоро на Яндекс.ЗМ будет шикарный ролик. Деградация российского бензина. Она уже началась. Причину всего узнаете. Температура вспышки 220. Температура вспышки и индос застывания. Они важны только для любителей канала Oil Club. Потому что больше ни для кого не имеет значения. Кроме тех, кто пытается продать, вернее перелить масло в Якутии зимой. Или пытается продать масло в пустыне Сахари. Все. Больше это никого не волнует. Сургатозольность 0,8. Как бы нормально. Но у хороших масла еще 0,7. Ладно. Посмотрели. Что такого-то? Вот. Вот этот момент. Высокотехнологическое моторное масло. Вот эти моменты. Высокотехнологичное моторное масло. Температура застывания минус 45. Опять, что же это такое? Находим канистру. Вот изучаем. Вот изучаем все надписи. Изучаем, что мы тут не набираем. К чему я всю виду. Былайте, кто умный. Кто догадался уже. Опять смотрим. Написано, сделано в Германии. Это означает, что если это масло сделано в Германии, написано на немецком языке, канистра. И продается она в Германии. Она должна попадать под закон Германии. В Германии о том, что запрещено называть продукты теми именами, которыми они являются. Вернее, приписывать продукты те свойства, которые в них нет. Вот я включил гугл-перевод, и вот мы смотрим. Сделано в Германии. К чему я всюду. Ликвиморли. Тын-тын-тын-тын. Что же мы здесь ищем? Экономия топлива. Снижение трения. Все хорошо. Замечательно. Картинки, картинки. Содержится 14, 16, 18. Может вызывать аллергию. Высокотехнологическое моторное масло. Низкий бензин. Сажа. Мало сажа. Опять высокотехнологическое моторное масло. Что мы здесь не можем найти? Что мы не можем найти на этом масле? Что же мы не можем найти? Почему я говорю, что минус 45 это мало? А потому что это масло никакая не синтетика. Оно не может называться синтетическим моторным, полностью синтетическим моторным маслом, потому что оно таким не является. Это обычный гидрокрекник. Это обычное масло, которое в России называется 100% синтетикой. 90% российского рынка автомобильных масел это ширпотреб. Ширпотреб, который распространяется и нахваливается всякими вшивыми блогерами. Такими, как УКУ, там другие, которые продают всякие там масла, там 710, какой-то number, spamber. Все тесты масел, все эти производители, все эти блогеры, блогеры, которые показывают вам тесты масел на машинке Трине, это все очень безграмотно. Гулику обзывать, мы уже культурные. И к чему есть сыр бор? Потому что это масло, оно гидрокрекинговое. Это не синтетика, а 508 допуск 0W20. Он должен быть полностью синтетическим. Эти масла, они стоят в стороне от всех масел, потому что, когда это масло полностью синтетическое, 508 допуск, оно обладает теми свойствами, которыми оно должно обладать, и которое дает гарантию того, что 200 моточасов ваш мотор не будет испытывать вреда. Чем вы можете заменить? Масло стоит 6200 у нас в России. Кстати, канистра 1 литрового этого масла стоит в Германии на сайте LiquiMole 21 евро. Это 1800 рублей. Сколько он стоит в России? Посмотрите ресурсы и подумайте, что вам продают. Итак, Look Oil тоже имеет официальный допуск 508. Стоит всего 5100 рублей. По характеристикам. Видите? 842, даже плотность меньше, жиже она, да? Пленка 8, нормально, индекс чуть поменьше. Но в том числе видим, CCS есть четкое значение 5400, что меньше, чем у LiquiMole, значит, она будет себя лучше чувствовать. Минус 35, и мотор на этом масле будет легче проворачиваться, и они показывают MRV 17400. Более-менее, более-менее. А тут у нас что? У нас тут 6200, и не показали значения. Идем дальше. Что мы еще видим? Так, 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 так. Челочное 9,4 тоже хорошо будет бороться с плохим Лукоиловским бензином или каким-либо другим. Понимаете, мне этот Лукоил, чем он нравился в свое время, они, похоже, понимают, что они производят, какой бензин. Они всегда свои масла делают высокочелочными. А когда, вот, например, LiquiMole делают масло в Европе, чисто европейское, у них челочное число 6-7, потому что им это не надо, у них хороший бензин. А у нас российский. Так, что дальше идем? Челочное, чтобы посмотреть. Сульфатная азольность, температура вспышки и температура застывания минус 41. А как так? Почему у LiquiMole как бы температура застывания больше, ну, ниже, а параметры хуже? А нюанс в том, что эти вещи, потому что это масло гидрокрекинга, их свойствам доводится до определенного значения присадками, всякими загустителями. А дальше, вот дальше минус 40 или там минус 35, уже нет смысла поддерживать эти свойства, и масло частенько теряет свои свойства. Насколько стойкими они будут в эксплуатации, не скажешь вам, никто пока не поэксплуатирует. Но, как я говорю, все тесты отработки не имеют никакого значения, потому что у каждой отработки свой путь, у каждого двигателя свой путь. Все тесты новых масел тоже не имеют никакого значения, потому что они не покажут вам, насколько это стойкое масло. Когда выработаются присадки, как хорошо себя показывает базовая масла. Потому что основа масла – это база. Базовое масло, которое доводится до ума присадками. Что сказать из этого ролика? За этот LiquiMole 6200, сколько там, дорого. За этот LiquiMole как бы тоже 5100 дорого. На данный момент, если он стоит столько. Потому что, если бы оно было раньше, до февраля 2022 года, и в нем тогда уже были точно импортные присадки, я бы сказал, что этот LiquiMole лучше. Но сейчас неизвестно, что в нем содержится. Но в этом LiquiMole, возможно, все-таки содержатся импортные присадки, и, возможно, оно будет лучше. Но все это возможно, возможно, возможно. Потому что, чтобы это точно сказать, нам нужно два мотора, которые мы зальем в один LiquiMole, во второй LiquiMole, проработать свои 200 моточасов, потом разобрать эти моторы и посмотреть на износ. Только так можно доказать, что масло лучше или хуже. Поэтому, еще раз говорю, все масляные блогеры Российской Федерации и многие европейские, они просто-напросто пустой звук. Что делает канал Стасен? Во-первых, мы громадно подбираем масло нашим подписчикам на основе их добровольного взноса и их данных, которые нужно для того, чтобы правильно все подобрать по мотору, по кошельку, по климату, по условно-эксплуатации. И что мы делаем? Мы заливаем определенные виды масла, лучшие, которые мы считаем, потому что себе уже говно не купишь, в мой автомобиль, 2 литра Тиасай, и делаем ресурсные тесты длиною в год. Все увидите на канале Стасен. С вас ставящий лайк, подписка. До свидания.